Христос воскрес! Воистину воскрес! Сирентий, я уйду, поднимаешь. Я через пять минут уйду. Ты понимаешь, что я забыла, что я забыла, что я в ногах, правда, не знаю. Только скорее вернется сюда, если я не удивлюсь, что здесь, если все равно не садится. Ну, там тоже, правда, почему сидишь. Вот точно. Ты с кошками что-то поднимался? У нас какая-то... Собака. Собака нет. Тёща рассказывала по телевидению, где показывали. Подожди, я... Трёх-пятиллер катался на велосипеде. Собака напала на него. Покусала. А кот его... В их семье. Откинулся на собаку. Мордой её. Там убежала. И он догоняет её. Отогнал собаку. От хозяина. Покусала. Просто трубой. С рыбом. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть попрал, Исуще в ограде живот даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть попрал, Исуще в ограде живот даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть попрал, Исуще в ограде живот даровал. Господи Боже наш, благослови это собрание Каждое сердце сияет светом Духа Твоего Святого Дабы никто не оказался опоздавшим Но всех доведи до желаемой пристани Царствия Твоего И введи навеки туда Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Проходите, найдите место Поплотнее туда, сядьте Проходите, кто-нибудь на эту сторону можете Большие мышцы туда сесть Ну, проходите, дальше вы бойцы Подальше, поплотнее Поплотнее Ну, явно, что надо сесть Все, подсоетесь Наступила обета Поехали по гостям Поехали по дачам А воскресенья многих нет Вот вы сейчас кого знаете Просто поднимите руку Кого помянуть надо Не пришедших, как покойников Нам скажется, ну не успею я работаю на работе Это не касается Бога Он мог бы жизни себе не дать Он дал Вы посмотрите, вот 10 заповедей 20 глава, книга Исход На четвертую заповедь Сколько дается Там на остальные Столько места не дается А субботию Бог объясняет И вол И корова И трактор Чтобы все отдыхали У нас это не понимают Мы начинаем рассуждать От выгоды Но я не посею Где Зоя Шубина сегодня? Вот Зоя Шубина Даже не знает Это феномен А она Среди тех была На основании которых Община была образована Такие люди, которые пропускают Они уже у дверей стоят Которые не приходят В субботу Они уже дальше идут И наконец-то совсем нету Зоя держится Посевать лишний день Это чудо Божье Она там в храм ходит Или кто-то за нее все время молится Или что Зоя не была почему Я на даче была В удачу-то Родственники приехали Ну и что Пусть они сидят Ты от службы придешь А они любят рано есть Ну и поедят без сидя А они любят блины Понимаешь Затем она блины печет Хорошо оказывается Пампушка Но на суде-то Божьем что-то спросится Я напоминаю Что Израиль Пошел Хорошо снимай Приближай Какого называй Показывай на того Правильно снимайте Израиль знакомился С этими заповедями Не на бумаге Радио не было Книг не было Ни одной И Моисеев сказал Чтите день седьмой Как они высчитали Когда вообще дней не было Они жили в Египте Календаря не было Ведем условно было назначено Или по откровению Божию У каждого дети Это сегодня нет А было многоженство У Яхо четыре жены было С наложницами Значит Перебятишек было много Ни предохранительных Ни аборта Ничего не было У Яхо только сыновей было Двенадцать Конечно Надо было заботиться О детях Суббота Не поправился Говорит Не спопашился В пятницу Меня спрашивают Что это за слово Спопашился У Льва Толстого Считайте То есть не успел Не поторопился И он пошел Собирать дрова Какие там дрова В пустыне Значит Саксовул какой-то Кустарник Засохшая трава А другие-то не делали Это Его сразу заметили А задержали И вот представьте Я мысленно Проигрываю эту ситуацию Его взяли Тащат Куда тащат это меня У меня жена Жена там Дети Сказал Моисея задержать Сидит там Какой-то гул Что они там держат У меня Квашня подходит У жены Там уже дети Мерзнут Там ночами холодно Он еще не может Понять Что за этим Майданом Дальше будет И наконец Бог оглашает Приговор Придайте его Смерти Смерти Своего Ну маленько Подумайте Дрова И Смерть Конституция Еще не начала Работать А он уже знает Работает Уже объявлено Было Суббота Он Не уби Не убил Не укради Не укради Не прерыводейству Не прерыводейству Он собрел Весь закон Но одна Четвертая Святая заповедь Святая суббота Была нарушена И он не копал Землю Не на даче Не отсиживался Он по нужде Пошел собирать По большой нужде Мы скажем так А для бога Это ничего не значит И его убили И вы знаете Когда убивали Что интересно Почему-то Истреблялась Вся семья Жены Дети Шатры Скотина Все уничтожалось Мешалось грязью Но он согрешил Один ахан Взял из заклятого И тоже неведом Уничтожить все И большой холм На металле И туда теперь Учеников Воят и показывают Вот был ахан Он взял из заклятого Сколько мы берем Из заклятого Ни тебе Ни принадлежащего Я разговариваю На пенсию Пошла бабушка А какая у тебя пенсия Ну так Как у нас у Евгении Дмитриевны Я никогда не узнаю Какая пенсия Вот здесь она была Здесь Столик приобрела А приобрела Которая была здесь Организация Трехали уже Столик неплохой А где ты взяла А зачем вам А живет у меня на квартире Живет в этом домике Но мне тоже надо А сколько платила Не узнаю Сколько платила Почему Воровка Ворует у бога Десятину не платит И она понимает За этим вопросом Почему не платишь Да то не я ее так называю Бог называет Вы обкрадываете меня За одним вопросом Сколько еще скрывается И побили его камнями Оставьте себе работу У нас потеряки Для Игоря Барабаша Только дается исключение На десятые праздники Среди недели Когда Отмолятся Бывает Шесть дней дождь И вдруг Маленько проветрило И надо убирать Урожай пропадает Но воскресенье никто Но было Он попытался Мы сказали Выходим с ломиками Остановим Ни трактора не будет Ничего Да нет Я просто сказал Он не нарушал Но мы ему сказали Что за этим последствует Так это Хулиганство какое Это твои слова Покажи ревность Главное Страшное Самое поражение Это не болезни Болезни Это последствия греха Грех Главное грех Это нарушение Бог сказал нарушение Да будут преданы смерти Если хорошо работать Бутылки не собирать Пустые Можешь по 24 часа работать Нигде заповеди нет Меньше работать Восьмичасовой рабочий день Никогда не был 16 часов В России Крепостные работали Я не случайно Остановил детей Сегодня Чтобы они послушали Немного Я о субботе Потом доскажу Только не спать Очень важные слова Скажу Вот этих детей Родители Все здесь Это ваш плод И вы или придете В рай Или не придете Все будет зависеть От них Или они вас будут В рай тянуть Или в ад Очень хорошо Запомните Вот я и дети мои Которых дал мне Господь Библия так говорит Я и дети мои Не муж дал Вовремя Посуетился Ни родители Ни красота Ни мрак А Бог дал Бог тебе дал Это не твое Бог дал Бог и взял И его Говорит Когда дети погибли Бог мне дал У меня было столько сыновей Три дочери Все погибли Я благодарю Бога Не умирай из-за них Так Научи умирать Сегодня К этому Приблизьтесь Вот поставили фильм Хиросима Кто видел его? Он на документальной основе Наши тех Которые претерпели Эту Хиросиму Они теперь уже пожилые Там школьники Играли В это время разорвалась Атомная бомба И они все рассказывают И вот В то время Японцев нельзя было жалеть Как немцев Выставили там С поболочных суда Они жили как в резервации Японцы тоже были в резервации В Америке Специально отвели район Там огородили Ни одного японца Никуда Почему? Война с Японией Чтобы не было им помощников В тайге многие люди жили Но с Японии Назревала война А Сталин приказал Всю тайгу везде найти Кто живет И все сжечь И своих все сожгли Это вообще Вообразить даже нельзя Но Мы говорим из истории И вот одна женщина Она учительница говорит Я собрала детей в школе Она знала Это очень опасно Жалеть врагов И я сказала Сегодня Сброшена атомная бомба Дети И погибли все И погибли дети И я заплакал Вот дети Маленькие Смотря на учительницу Через всю жизнь Пронесли сострадание К страдающим Она не говорила Ни про поведение Не говорила Что Япония Пусть победит Америку Ничего Она сказала Вы дети И там дети Погибли дети Вы детям своим Почаще это рассказывайте Чтобы в них было Чувство сострадания Где-то авария Погибла Говорит родители Там прошла Говорит священника Дети Расскажите им Детская слезинка Дороже стоит Чем наша И вместе Ставьте А это могли Вы быть Вы со мной На машине Ездите И у нас Была такая Авария Могли бы Вы здесь быть Это каждый день Аварии Речь идет О миллионах Погибших на дорогах В детях Должно быть Сострадание И любовь К врагам Вот мне задают Вопрос Сергей ушел Совсем Прошлое воскресенье Нас не было Здесь И был задан Вопрос Вот допустим Жена Дома с ребятишками А может одна И в это время Нападают Враги Является муж Что дальше делать Гурам Гегешидзе Грузинский писатель Я когда сказал Назвал Они до того удивились Что я его знаю Это такой писатель Который они все Грузины знают Как вы его знаете Я говорю В ферме сидел Ничего больше не давали Только эту книжку дали Я и просчитал ее Не потому что я такой Широко образован А мне ничего больше Нельзя было считать Не дают А он хороший писатель И он говорит Когда ты ее Любил Полюбил какой-то Она ему отказала Он ушел в армию А когда вернулся Она замужем И он разговаривал С ее теперешним мужем А муж то Его не знает И он понял Что пока муж здесь Там где играет Биллиард Прочее Он в это время К ней сходит А тот забезокоился Приходит домой И он пришел И стал Приставать к ней В нем Пожелание Похоть большая была Он вспомнил Что тогда он ее не достиг А вот теперь она Хоть и чужая жена Но и в это время И явился муж Он сразу ее оставил И пошел И в воротах Выходя из калитки Он еще раз обернулся Вместе с этой калиткой Он увидел Отверстие врата в ад Увидел мужа Стоящего на крыше С двустволкой Все это Последний шаг Был его Значит он тут и скончался Он его расстрелял сразу Это другая нация Спрашивается А вот у меня Муж христианин Напали Я делаю сравнение Может так или не может Житие святых Это огромный материал 12 томов Дмитрия Ростовского Ни одного случая нет Нету такого случая А что делать Противостать В домеры Только не убивать Ты можешь ударить Можешь позвонить Можешь убежать То есть вариантов много Не убивать Не убей Остается заповедь в силе А как же тогда издевается Ну выобрази Ты дома зашло 20 китайцев Стоят все с автоматом И что ты бросишься Ну явно что-то глупость Ян Затаус объясняет так Когда они входили в Египет И он говорит Саре Она была красивая Он говорит Ты красивая женщина И поэтому А египтяне очень похотливые Говорит Ян Затаус Они как жеребцы Они тебя увидят Они как мусульмане За каждой женщиной ржет Ну ты скажи Что моя сестра Ну а слуги увидели Доложили Параону Необыкновенной красоты Женщина Ее взяли туда Ну теперь начинает Вот это Авраам Он говорит Тебя возьмут Если мне будет хорошо Вроде бы он ее продвинул На чужую постель отдал А ему будет теперь хорошо Ты разбери что значит хорошо Затаус говорит А что он мог сделать Это могущественная держава Египет Пришли страшники Их не меньше полста ходили И что он мог сделать то Он стал молиться И Бог настал болезнь На весь Парона в двор Какая болезнь Неизвестна Но сегодня показывают Когда фильм показывают Все согнулись Вот так Кашляет И никому ни до чего нет И он лежит Распластался Моисеева молитва Прошибла Все НКВД Тогдашние И Верховные Советы Раду все шибло Ему Бог открыл Это жена И он стал Тогда ему говорит Как же так Ты меня подвел Ты под монастырь Это же жена твоя А сказал сестра Она мне сестра и есть Она двоюродная была Сестра-то Ну маленькая Как говорится Одно-то прикрыл А другое-то Проявилось Я это не случайно рассказываю Защита какая? Молитва Больше ничего не было Так это один ли такой случай? Нет, конечно У Давида восстал его родной сын Авестолом Он жен не оставил Здесь и ушел Почему Давид Зажен не стал Заступать А ничего Авестолом к ним вошел Сын Но это было смертельной ямой для него И Давид не защищал никого А сына убили Но он доверился Богу целиком И мы знаем это Из священноописания Еще по Ветхому Завету Ты дома один На тебя напали Ну смотри Напал вот такое Это ясное дело Можешь его, говорит, остановить Ты можешь скрутить руку Можешь даже поврежденный член у него быть Там Если знаешь какой прием Ну Бог это делает Я говорю Меня останавливали Не просто так Здорово, борода С ножами Я кое-что видел в жизни своей И я ни одного движения не сделал А я занимался и боксом И маленько к чему-то готовился Я опустил руки И помолился И в это время третий подходит О, борода Это вы знаете кто? Да он нас тогда спас Когда милиция нас брала Так они меня до дома провожают Как доктора Гааза Это Бог делает так Он мог тот третий-то не подойти А у Бога все это вымерло Бог посмотрел, говорит, на смирение мое И учивал Смиренно мудре И вот где несчастье какое Сейчас на Украине Показывают Дети стоят Ну, там, я не знаю Восьмой, десятый класс Ну, видно, большие так И их травят против русских И они вот так вот все подпрыгивают Все Ну, весь двор огромный Москаляку на геляху Москаляку на геляху То есть русских повешать на ветку На ветку Всех русских повешать Это в детях Дальше идут сжечь Но в Одессе в это время Девочки такие маленькие Этот коктейль С улыбками, со смехом Разливают по бутылкам Которыми будет сожжено Сто-двести человек Страшно-то вот что Что это Дети подрастают И уже Москаляку на геляху Они дети-то еще до конца Не понимают Что за этим есть Некоторые Москаляку-то не поймут Что такое Это москвич Ну, так зовут русских И прыгают Радуются Хохочут Москаляку на геляху То есть русский Это враг Враг внутри тебя Враг грех Мир и сатана Три врага только есть Мир, сатана И ты сам себе Вот что я хотел сказать детям Сострадание в них Обильно сейте ежедневно Находите примеры Кое-что по радио услышите Никогда Нигде не передавайте детям Что-то про мужа Когда его нет дома И приедете Старайтесь Чтобы не было конфликтов Ребенок Он ничего не понимает Он всю службу Стоял Старапался Сегодня Молился Дом Видно, что они кланяются Этот Коровая не вижу Отрока моего Вон он А этот крестится Вот так вот рукой И видно тоже Не утомлен домашними молитвами Я Тарасе говорю Я давно хочу сказать Думаю Скажи ему Он ходить не будет в церковь Сегодня как А я не пойду Сразу кандибобером становится Я думаю Не будет этого Я Тебя люблю И говорю Если крестишься Истинно Прижми к лбу К чреву Направо Точно налево И поклонись Как должно Не небрежно Ты не дедушка У меня все Дадите А остальное Могут услышать Через дверь Вы сказали Что враг Мир Вы сказали Что враг Мир Вот это слово Мир Все мирское Надо говорить Что все таки Безбожный мир Враг Да конечно А то так получилось Как бы Ну так мир называется Не дружися с миром Не того что убери Ну это для детей же сказано Поэтому Ирина Иди кушать Иди кушай Написано И там дальше пояснений Никаких убежей нет Я сейчас В норму себя приведу У нас объявлений Сегодня сколько Попробуй Трой меня теперь Я слышу Что там в конце говорят Прошедшая неделя Так Попрошу внимания Прошедшая неделя Имела некоторые события В Потеряевке Исправляли День Деревни Были приглашены Священники Было 6 священников Из Московской Патриархии Диакон Батюшка им звонил А как Владыка То другое Он говорит Я позвоню А они сами не звонят Они боятся Они все запуганные Позвонил батюшка Секретарь Прямо вышел на Епископа Сергия Да конечно Да какой разговор И тогда они стали Все ему звонить И батюшка им позвонил Говорит Я поговорил Они Да какой разговор Идите езжайте Конечно надо поехать По хорошему И они побыли там И вместе Некоторые приехали Сейчас вечером А другие Утром В воскресенье Мы вместе молились Совершили богослужение Концерт был Собрание Трапеза И Юля Она молодец Работает Не вижу где она тут И она это все Нашла Что у них В журнале Уже напечатан про это Алтайской комиссии Там немного Но что были По благословению Кто благочинные Какие Перечисляются все И Некоторые не перечислялись Там просто Завьяловского Там несколько видно Священников было Мы молились об этом И Господь Видите как устроил Все были довольны Все это записали Я уже в интернет Почти в тот же день Все это выставил Кто смотрел в интернете Это Ну не так много Но уже посмотрели Посмотрите Вы как будто На концерте там побудете На богослужение Еще Мы готовимся К отъезду Я говорил Людмиле Степановне Что мы едем Ну кто что Соберет там Из своих Доходов Расходов Заначек Кто щедро сеет Щедро и жнет Кто сомневается Что это на дело Божье Не давайте Они просто не нужны Ваши деньги Не надо Только Доброход Надающего Бог любит Написано Доброход Надающего И Следующее воскресенье Будет последнее Уже во вторник Мы уезжаем Рано утром Может быть даже До шести Нужно Очень рано Нам выехать Чтобы На Сибирске Может быть задержка Так Кому я говорил Кто желал Посушить сухаря И тоже можете Принести На этом все Но мы только Берем А даем У меня есть Хороший спонсор Все эти годы Один человек Раньше я ходил По организациям Для детского лагеря Просил Нынче нигде не хожу Может это и плохо Я тогда давал Тому материалы Только один А я звать Елена О ней помолился Я к ней сходил И даже не видел Через секретаря И она прислала Я написал Десять мешков Муки Десять мешков Сразу потяну Гречки Гречки столько Дали Что мне хочется Сразу сказать Кому нужна гречка Если не сейчас То следующее Хотя бы Килограмм на десять Мешочки принесите Поднимите Кому нужна гречка Поднимите Чтоб я знал Сколько мешков скинуть Сразу Так Ну а вы что сидите Я вам соляком мешок дам Пятьдесят килограмм Сегодня Если кто на машине Здесь не уезжайте А где у меня Михаил Здесь Здесь Миша Позаботься Которые на машинах С темпетишками Говорят Возьмите По мешку Потому что у меня там много А себе оставить не больше Два-три мешка Это я говорю о гречке Ну иди поехали Так все Можешь идти Настю забери Поезжайте То что там в коридорчике стоит Миша Тоже можешь вылезти И гречки мешок И скинуть